Сначала надо узнавать вообще, что можно, что нельзя, как люди думают, как можно тут жить, как можно устроить жизнь, зависит от времени, какая у них экономическая ситуация, люди богатые, небогатые, можно работать, можно вообще кем можно работать. И вот надо начинать создать отношения с людьми, чтобы узнавать язык примерно, если не знаешь, чтобы узнавать место, по крайней мере, где можно кушать, как можно зайти вообще в магазин. У нас вот тут в России, когда я ходил, когда я приехал, есть там табрис, ну или магнит, там можно все зайти, все вообще покупать, что надо и в кассу сразу, не надо ни с кем разговаривать. Потому что сложно там вообще рис, мясо, еще примерно какие сигареты, да, это был самый сложный вопрос, потому что только продается на кассе. Ну примерно Мальборо или у нас как Мальпоро, я, ну как просто Мальпоро, я красный вообще курил. Мальпоро, она, самый вопрос, сложный вопрос для меня, это был какой, да, я много думал, потом, ну давайте тогда в инстанции, это потому что я знаю слово. Когда я сюда приехал в Россию, я начал, ну вот тут язык не знаю, начал вообще писать университет, сначала первый шаг это где можно изучать язык, а где можно жить. Ну вообще мне сказали, там ответили в универе, там есть у меня друг помогал, он русский знает, он был в Петербурге, поэтому я помогал сильно. И вот сначала, где можно жить, это очень важно, потому что я не могу сам снимать квартиру или снимать комнату, люди могут меня обманывать. Я тут люди не знаю, как думают, поэтому надо быть аккуратным человеком. Ну вот, и потом второй шаг это как устроить работу или как найти работу. Вот тут, конечно, чтобы работать, надо как минимум узнавать, как говорить по-русски, ну даже как я преподавал от английского. Мне, для меня не очень важно, но иногда не надо быть вообще очень, как, не надо говорить по-русски очень хорошо, но как минимум надо просто узнавать простые вещи, основные вещи, чтобы общаться с людьми или как добраться вообще на работу. Я сюда один приехал, да, решил, что надо жить в местах, где там есть, ну, как сначала можно искать помощь, если что-то надо, да. То там вообще проводили, ну, сказали в универе, что есть там общежитие, а я жил там вообще первые полтора года вообще, вот тут в общежитии. Потом я сам, когда начал говорить, снял вообще сам и ушел. Ну там вообще много людей было, еще были арабы, которые, конечно, первое время мне помогали арабы, потому что, ну, как они знают арабский и русский, поэтому ходили со мной туда, ну, туда вообще помогали покупать вещи. Вы знаете, когда человек, как минимум, надо покупать для комнаты что-то, ну, ковер или как веник, вот такие вещи. Я сам не знал вообще, где купить, и это вообще интернет вообще, это очень важно, сим-карта для телефона, да. Да, поэтому вот эти вещи, детали, они, может, простые, но они очень сложные для человека, который первый раз приедет в сторону, который не знает их язык. И особенно тут в России не очень много людей говорят по-английски, особенно, ну, в магазине, да. Поэтому было немножко сложно. Хочу просто ехать в Китай, да. Ну, не сейчас, но потом. Просто мне нравится страна, хочу немножко изучать язык, как Ни Хаума, Уахенхау, вот такие, да. Поэтому я думаю, что когда надо сюда добраться, у меня, ну, появилась вот тут знакомая из Китая, мне обещали, что когда принимают решение, мы там вообще будем ждать. Поэтому это как первый шаг уже сделали. Ну, заранее надо просто подготовить.